доброго всем дня сегодня уже 29 сентября были заморозки у нас повторные вот так выглядят георгенчики мои ну что было прикрыто листво еще живое как бы но поверхностно вот уже все морозом побито но иду я мимо них срочно бы их нужно выкопать очистить клубни но есть работка поважнее и дух к своему винограднику сегодня ночью спасала укрывала в 10 часов уже показался и не сегодня вот солнце светит а вчера было все вы не вот так вот я закрыла виноградную лозу с урожаем и сейчас я буду в первую очередь снимать виноград вот так выглядит виноградник лоза после морозов вот эти листочки побиты еще первым морозом но то что внутри куста это ну как бы еще живенькая значит не тронул сегодня мороз вот такой урожай такие гроздочки о есть такие хорошие большие грозди он какие во всю ладонь в общем урожай неплохой и вот тут уже начал портиться чем надо срочно срывать и перерабатывать а делать я из него воду сок для вина наверное тут мало вот такой вот урожай этим лозом у нас уже ну года четыре наверное они толстые по незнанию посадили густо тут сидел по 10 кустов сейчас осталось только четыре это считаю что это густо надо их направлять как-то наверх ну достаточно большой урожай вот я отойду подальше сколько кистей и такие хорошие гроздят вот прям хороший это не единственная у нас глаза есть еще один кустик вот такие вот кисточки виноград ну не особенно конечно сладкий но вот сахар он набирает именно концу сентября вот морозы такие ранние в этом году все равно вкусный виноград есть у меня еще один куст винограда он находится вот здесь прямо у входа тут вот сарай у меня клематисы которые я раньше показывал и вот здесь вот виноград тоже очень плодоносный был урожая было много но поскольку тут на входе мы конечно ходим щиплем ну вот остались только вот эти вот кисточки вот их тоже сегодня буду срывать пустила я плети вот так вот сделала арки сама эти как воткну шестиметровые арматуры ну в землю воткнула там на крыше как-то воткнул тоже закрепила и вот они мне теперь наверху будут вызрели вот эти лозы вот они прям коричневого цвета на будущий год будет так вот здесь свисать но это сильный куст тоже старый вот такие у нее толстые стволы вот если так вот с моей рукой вот такой толщины это не нужно это не нужно он и вот второй ствол огромные общем плите дает очень много урожая находится он как бы защищенный с северной стороны сараем забором он там и вот тут южная сторона он целый день на солнце очень большой урожай был ну как я сказала мы уже подъели тут вот такие хорошие гроздья вот и вот тут все наверху усыпано он весь виноградик на общем полно виноградика полно хорошо и одну плеть я он туда по забору пустила тоже и там был виноград и я уж его съела он кругом виноград в общем хороший урожай в этом году я очень довольна и собираюсь сделать сок но это не единственное у меня задание вот сын ездил в заросли облепихи у нас она в лесу растет нарезал облепихи и мне нужно ее обрабатывать обчищать ставлю кадры как там она растет просто заросли через которые не продерешься и вот я обратить внимание такие редкие ягодки а там были просто как кукурузный початок но хочу сказать что я его специально попросила такие рвать мы не первый год заготавливаем облепиху вот и очень трудно обрывать обчищать когда вот полная она и подлезть невозможно в этот кукурузный початок и ну она давится а когда они вот так отдельно висят их очень легко и быстро обчищаю вот буду делать из нее ну как сказать сироп с сахаром очень вкусно зимой с водичкой пить разводить минеральной водой и вот такую вкуснятину сейчас ставлю кадры как она росла наград собрали сейчас пойду перерабатывать ну как я уже говорил буду делать сок а вот из тыковки я делаю от цукаты наша тыква тоже вырастили мы и арбузики мы вырастили они хоть и не доросли до больших размеров но мы немножко технологии нарушили позже посадили и без укрытия без теплой грядки от само по себе все выросло но сладкие то ли сорт удачный вот прям хорошие арбузы получились мы уже много съели от остатки может быть конечно какие тут недозревшие вот эти вот я их тоже на цукаты пускаю а винограда получился вот столько ну почти два ящика но мы ели угощали вчера вот тоже и кушали очень много дошло дело до переработки помыла все кисточки вот эти вот отделила ягоды от кистей и заложила в кастрюлю нашла для себя очень легкий рецепт сок без отжимания виноград заливается водой в одном случае я нашла рецепт что он немножечко заливается чтобы выпарить из этой массы свой сок виноградный другом случае я нашла рецепт что залить по уровень водой холодной и потом варить получается что кипяток вытягивает сок из ягод они лопаются отдают сок ягоды буду варить без добавления сахара крышечкой не накрывается а в это время я сейчас простерилизую вот такие вот бутылочки тоже с подсока у меня и достаточное количество их каплю и буду упаковывать готовый сок сюда горячий сок закипел варится 10 минут после кипения и оставляю в таком виде выключаю газ и даю ему остыть и процеживаю такое сито другую кастрюльку получается вот такой вот прозрачный сок вот этот жмых я его не раздавливаю здесь сок будет просто без мякоти прозрачным это я отдельно сделаю мякоть мякоть буду выкладывать отдельно протирать через душ лак немножко тут у меня технические неполадки когда переливаешь через край то получается не очень аккуратно вытерла где налила и сейчас буду половником перекладывать получилось у меня отцеженого сока 3 литра переливаю большую кастрюлю и разбавляю водой попробовал я очень он концентрированный такой конечно пить очень тяжело будет для желудка так кастрюлю не 5 литровая и бутылок я приготовила 5 штук значит доливаю горячей водой до 5 литров я как поняла что пропорция может быть любой можете хоть чистый сок консервировать хоть один к одному ну вот в данном случае я до 5 литров довела сок получается очень красивый сейчас я налью совершенно без какой-либо мякоти вот такой красивого цвета совершенно прозрачный сок сок в кастрюльке закипел беру горячую стерилизованную бутылочку стерилизует все по-разному кто водкой кто кипятком кто паром кто в духовке одним словом стерилизованную бутылку беру и через вороночку наливаю сок прямо из кастрюли беру стерилизованную крышечку здесь она у меня уже в ковшечке стерилизовалась и закрываю дальше укутываю в теплое полотенце и сок готов